Всем привет! Сегодня я снимаю видео с заложенным носом. Мне немножко приболело, но все равно я хочу для вас снять видео. И хочу сегодня поговорить про свои любимые приборы на кухне. То, без чего я не представляю, как бы я готовила все свои рецепты, как бы я создавала рецепты. Те приборы, которые мне лично очень важны и полезны на кухне. Первый, мой друг, это Nutribullet. Nutribullet. Это блендер, в котором классно именно делать что-то жидкое. Всякие шейки, смузи я в нем делаю, и это просто занимает реально секунды. Вот. Также какие-то соусы, но если соус жидкий, то есть если он не очень густой, а он такой жидковатый, то в нем тоже классно делать соусы. Второй прибор, это мой красный друг, кухонный комбайн. Я думаю, что если вы недавно смотритесь, и вы уже видели его на моем канале, это Magimix. Меня часто спрашивают, какой у меня кухонный комбайн и какая у него мощность. В кухонном комбайне важна мощность. Почему? Потому что именно за счет мощности мы можем перемалывать такие продукты, например, как орехи. Можно делать ореховые пасты различные и так далее. Вот. И все, что вот такое грубое, жесткое, в кухонном комбании очень хорошо и удобно перемалывать. Но в кухонной комбании ты не сделаешь, вот как минимум в моем, в моем кухонной комбании неудобно делать что-то жидкое, например, супы или что-то такое, потому что там как раз таки сделана емкость так, что если ты туда нальешь какую-то жидкость, то она развертится по всем стенам. У меня такое было пару раз, когда я пробовала делать что-то очень жидкое, например, смузи в кухонном комбайне, и это была просто катастрофа. Катастрофа. Вокруг у меня стены были заляпаны в жидкости. Наверное, кухонный комбайн я даже использую чаще, чем блендер. Если нужно перемолоть овсянку, все, что нужно перемолоть, это я делаю в своем кухонном комбайне. У него мощность 950 ватт, и это хорошая, это высокая мощность, и вот я вам советую, если вы будете покупать какой-то кухонный комбайн, обязательно смотрите на мощность. Если мощность низкая, то орехи он не так хорошо перемолит, и может даже сломаться. И за все два с половиной года пользования моим кухонным комбайном красным я один раз только меняла лезвие. Представляете? Поэтому он классный. Дальше. Примент номер три. Это розовая силиконовая лопаточка. Мне кажется, силиконовые лопаточки, это, во-первых, очень мило, это удобно, они классно моются в постомойке, и они не царапают посуду, они не царапают кастрюли и сковородки, потому что другие лопаточки, если они сделаны из какого-то металла, но они какие-то грубоватые, они могут царапать, если деликатная судьба сковорода, и желательно не царапать силиконовой лопаточкой, очень круто. Даже можно размазывать масло, и, короче, классно. У меня еще есть такая зеленая и такая вот разненькая. Так, предмет номер четыре. Никакая кухня не может обойтись без сильного, острого, толстого ножа. Это Джозеф Джозеф, это классная фирма, мне очень нравится. У меня еще есть пару таких ножей Джозеф Джозеф, только один поменьше, другой для хлеба, а вот этот вот я использую для любых овощей, для фруктов. И вообще, когда хороший острый нож, то резать прям удовольствие. Я помню, у меня были ножи, которые мы не точили по два года, и мы думали, почему они так плохо режут. Я не знаю, какое литературное название этому предмету, но я это называю чеснодавка. Чеснодавка. Не слово честность, а слово чеснок. Это крутая штука, потому что когда лень мелко резать чеснок, чеснодавка придет вам на помощь. Я, кстати, даже пробовала давить через нее имбирь. Ну, как сказать, я не скажу, что я совсем была успешна в этом, потому что все-таки имбирь, он более грубый, у него клетчатка еще более грубая, чем у чеснока, поэтому вот так, чеснок все-таки лучше всего вновить. И предмет номер семь – это трубочка. Просто трубочка. Почему я включила ее в список своих любимых вещей на кухне? Честно говоря, потому что это мило. Это мило иметь трубочку, из которой ты хочешь выпить вкусный смузи. У меня такая есть, вот черно-белая и еще есть красно-белая. Они пластиковые, и я, кстати, хочу купить такую трубочку не пластиковую, а металлическую. Они тоже классно смотрятся. Или стеклянную. Я ей пользуюсь не каждый день, но если я чувствую, что мне хочется чего-то особенного, как-то по-особенному выпить свой сок или смузи, или воду с лимоном, то я пью через трубочку. Я, кстати, давно думала поделиться с вами своими любимыми предметами на кухне, но постоянно откладывала это видео, а сегодня решила поделиться с вами. Мне интересно будет узнать, какие ваши любимые предметы на кухне, и без чего вы не представляете свою кухонную деятельность и свою готовку. Поэтому пишите внизу, и до скорых встреч! Пока!